Сегодня в столице начало свою работу 25-е пленарное заседание Сенату Алимаджлиса Республики Узбекистан. В ходе него парламентарии рассмотрели 17 вопросов, в том числе 11 законов, направленные на укрепление правовых основ реформ, осуществляемых на новом этапе демократического развития государства, а также ряд других вопросов, входящих в компетенцию Верхней Палаты Парламента. Сенаторы начали работать с рассмотрения закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан. Отмечалось, что им предусматривается принятие последнего в новой редакции и, как следствие, снижение уровня налоговой нагрузки на экономику, устранение диспропорции в уровне налогового времени между хозяйствующими субъектами, уплачивающими налоги по упрощенной и общеустановленной системе налогообложения. Кроме того, предусматривается оптимизация количества налогов путем их унификации, а также объединение налогов, имеющих схожую налогооблагаемую базу, сокращение и упрощение налоговой отчетности, минимизация операционных расходов. Закон призван обеспечить стабильность макроэкономической ситуации, устойчивость формирования госбюджета и его доходов, упростить налоговое законодательство, устранить противоречия и коллизии в нормативно-правовых актах в сфере налоговых отношений, усилить защиту прав и законных интересов добросовестных налогоплательщиков. В числе новелл упрощение процедуры контроля и сокращение видов налоговых проверок. Со следующего года виды налогов сократятся с 13 до 9. Останутся в прошлом единый земельный налог, государственная пошлина, таможенные платежи и виды фиксированного налога по некоторым видам предпринимательской деятельности. В новой редакции предусмотрены права и обязанности налоговых органов. Здесь еще редакции налогового кодекса этого нет. Почему это было введено? Чтобы субъекты предпринимательства, во-первых, зная свои права и обязанности, знали тоже права и обязанности налоговых органов, чтобы это было сбалансировано. Второе – это принцип сотрудничества налоговых органов с налогоплательщиками. Это означает, что на сегодняшний день налоговые органы являются надежным партнером добросовестных налогоплательщиков. И исходя из этого принципа, налоговые органы сегодня направлены на сервисно-ориентированный подход. Проверки субъектов предпринимательства будут осуществляться только на основе риска анализа. Взаимодействие налоговых органов с налогоплательщиками будет осуществляться с разделением последних на три сегмента – на добросовестных, подозрительных и регулярных правонарушителей. Предусмотрены внедрения новых инструментов обеспечения уплаты налогов, а также порядок предоставления отсрочки или рассрочки их уплаты на платной основе без участия коллегиальных органов. В ходе обсуждения подчеркивалось, что принятие закона будет способствовать максимальному упрощению применения норм налогового законодательства. Закон одобрен сенаторами. Далее они рассмотрели и одобрили закон о внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан в связи с принятием Налогового кодекса Республики Узбекистан. Документом вносятся изменения в дополнение в 13 законов, и 7 законов признаются утратившими силу. Поправки претерпят законы о недрах, о фермерском хозяйстве, о семейном предпринимательстве и другие. Данный документ будет способствовать упрощению и повышению прозраченности процедуры, отчислению налогов и сборов, а также усилению защиты прав и законных интересов добросовестных налогоплательщиков. Активная дискуссия развернулась вокруг закона о государственной пошлине. Отмечалось, что документ разработан Министерством финансов в связи с принятием Налогового кодекса в новой редакции, а также в целях регулирования отношений в области установления взимания, освобождения и возврата государственной пошлины. Помимо объектов взимания и размеров ставок государственной пошлины... В законе предусмотрено освобождение от уплаты государственной пошлины в судах по гражданским делам, в экономических и административных судах при совершении нотариальных действий и регистрации актов гражданского состояния. А также при оформлении и выдаче биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан, в том числе для выезда за границу, при уплате консульского сбора и других. Закон одобрен сенаторами. В числе рассмотренных и одобренных был и закон об инвестициях и инвестиционной деятельности, который войдет в систему законодательства нашей Республики как единый унифицированный акт. С принятием настоящего закона мы не будем делать акцент на иностранных или местных. У нас одни инвесторы. Со стороны государства предоставляется ряд защитных механизмов в отношении инвестиций и инвесторов. Это недопущение дискриминации, свободное передвижение их средств, свободное передвижение сотрудников иностранных инвесторов. В случае ликвидации предприятия они свободно могут забирать свои денежные средства, репатриация называется, в случае уплаты соответствующих законодательствах налогов и сборов. Необходимо отметить, что впервые введено понятие инвестиционная субсидия. Государство гарантирует инвестору предоставление инвестиционных субсидий. Данные инвестиционные субсидии могут быть в качестве подключения к коммуникационным инженерным сетям. Инвестиционные субсидии могут выдаваться в качестве налоговых и таможенных льгот. Одобрены и закон Республики Узбекистан о специальных экономических зонах. Говоря о необходимости его принятия, отметили, что действующая редакция закона не регулирует деятельность свободных экономических зон комплексно и требует доработки. Наличие большого количества подзаконных актов, отсутствие специального законодательного документа прямого действия, порождает возникновение коллизий и вызывает сомнения потенциальных инвесторов в стабильности законодательства, регулирующего сферу. В закон включены основные понятия и положения, касающиеся создания специальных экономических зон, продления срока их функционирования и ликвидации, изменения границ, виды и меры по организации деятельности, управлению, определению статуса участников, таможенному регулированию, налогообложению и режиму землепользования. Законом предусматривается, что специальные экономические зоны создаются на базе пустующих и бездействующих объектов государственной собственности, территорий административно-территориальных образований, а также на землях не сельскохозяйственного назначения. Пакет рассмотренных и одобренных в этот день пополнил закон о Национальной гвардии Республики Узбекистан, разработанный в целях определения ее статуса, полномочий, задачи, функций, а также закрепления правоохранительного характера ее деятельности. Среди основных принципов деятельности этой структуры законность, соблюдение прав и законных интересов граждан, единство. Предусматривается, что Национальная гвардия подчиняется и подотчетно непосредственно президенту страны. Предусматривается порядок и условия прохождения военной службы военнослужащими, их правовой статус. Устанавливаются права и обязанности данной структуры, условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, использование транспортных средств государственных органов, иных организаций и граждан. Принятие закона позволяет более усовершенствовать деятельность Национальной гвардии, отрегулировать взаимоотношения военнослужащих сотрудников Национальной гвардии с гражданским обществом в интересах эффективного обеспечения общественного порядка и безопасности. И самое важное, в этом законе определяется также социальная, правовая защита наших военнослужащих и сотрудников, и членов их семей. Определен принцип законности действий военнослужащих и сотрудников Национальной гвардии. Сенаторы подчеркнули, что принятие закона будет способствовать внесению весомого вклада в обеспечение уверенного, инициативного и беспрепятственного осуществления личным составом Национальной гвардии своих служебных и воинских обязанностей. Далее парламентарии рассмотрели и одобрили закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с коренным совершенствованием системы Нотариата. Изменения и дополнения будут внесены в законы о залоге, о Нотариате, о лизинге, об ипотеке, о риэлторской деятельности, об обмене кредитной информации, об опеке и попечительстве, о медиации, гражданские и гражданские процессуальные кодексы, а также перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, утвержденные постановлением Али Мажлиса. Необходимость разработки документа обусловлена тем, что в условиях увеличения количества нотариальных действий усложнен процесс введения дополнительных штатных единиц в государственных нотариальных конторах. Это препятствует увеличению численности обслуживающего персонала в соответствии с объемом работ. В законе уделено внимание по этапному переводу государственных нотариальных контор в негосударственные, порядку организации деятельности нотариальной палаты, отмене обязательного нотариального удостоверения для отдельных видов сделок, внедрению механизма осуществления нотариальных действий дистанционно, а также другим важным моментам. Передовой международный опыт свидетельствует о повышенной потребности физических и юридических лиц в активной негосударственной модели нотариата, который выполняет функцию предупредительного правосудия, поскольку он способен гибко реагировать на меняющиеся общественные процессы, быстро подстраиваться под нужды потребителей. Одним из самых обсуждаемых стал закон Республики Узбекистан о дошкольном образовании и воспитании, цель которого регулирование отношений в сфере. Законом определяются основные направления государственной политики в области дошкольного образования и воспитания. Кроме того, предусматривается участие граждан, органов самоуправления, граждан, негосударственных, некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества в мероприятиях, проводимых в данной сфере. Определены государственный стандарт дошкольного образования и воспитания, образовательная программа, язык обучения, режим работы таких образовательных организаций. Установлены недельная рабочая нагрузка педагогических работников, размер оплаты труда и отдых, их квалификационные категории, профессиональный стандарт педагога, порядок отстации. Также документ закрепляет нормы касательно создания государственных и негосударственных ДОО, оказания физическим лицам образовательных услуг данной области. Речь шла и о подготовке кадров. Два года назад в системе Министерства дошкольного образования насчитывалось 58 тысяч педагогических кадров. В процессе повышения охвата от 27% до 48% у нас, естественно, увеличилось и количество педагогических работников до 90 тысяч. И в этом плане Министерство дошкольного образования ведет очень тесную совместную работу с Министерством высшего среднеспециального профессионального образования по расширению базы для подготовки специалистов этого направления. Кроме этого, хотелось бы отметить, что сейчас ведется совместная подготовка по совместным образовательным программам. Это Джизакский педагогический государственный университет ведет подготовку с Белоруссией. Наш Ташкентский государственный университет имени Низами также с государственным университетом Белоруссии. Самаркандский педагогический университет ведет подготовку с университетом Кореи. И в структуре самого министерства в 2018 году был открыт университет Пучон, который на данный момент насчитывает более тысячи студентов этого направления. Сенаторами подчеркивалось, что закон будет способствовать дальнейшей реализации мер по обеспечению возможностей для кардинального улучшения системы образования и интеграции сферы с международным сообществом, повышения ее качества. Закон прямого действия, это закон новый, соответствует самым притязательным требованиям международного стандарта. Безусловно, эти вопросы воспитания, образования и здоровья детей всегда были в центре нашего государства, но в последние годы происходят грандиозные изменения в этой сфере. Ни один вопрос не остается без внимания. Результаты этих изменений мы видим на практике, сегодня ощущаем в каждодневной жизни. Я бы хотела в каждом примере привести позитивный, очень хороший пример из республики Каракалпакстан. Один из примеров это образовательный центр Имкон, уникальный центр, где ежегодно будет проходить более двух тысяч детей, которые получат высококвалифицированную помощь и оздоровление и образование по международным стандартам. Закон предусматривает обязательное наличие детских садов, обязательное проектирование при строительстве жилых комплексов или комплексов из индивидуальных жилых домов. Впервые это будет прописано жестко на уровне закона. Это позволит улучшить доступность населения к дошкольным образовательным услугам. Будет внедряться и будет гарантировано право каждого ребенка на получение обязательной предшкольной подготовки в течение одного года на начальной школы. Чтобы уже в 2021 году мы могли обеспечить полный охват всех детей шестилетнего возраста обязательной предшкольной подготовкой, в том числе и бесплатной. Закон одобрен сенаторами. Далее сенаторы рассмотрели закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов. Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в 19 законов. Рядом норм дополняются кодексы уголовно-процессуальной и об административной ответственности. Закон также одобрен сенаторами. Затем рассмотрели закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан. Так вносятся изменения и дополнения в шесть законов, три кодекса, а также перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензии, утвержденной постановлением Али Маджлиса. Дополнительные нормы в частности вносятся в закон о семейном предпринимательстве. В развитии новых рабочих мест семейные предпринимательства имеют очень большой объем и на сегодняшний день порядка свыше 36 тысяч семейных предпринимателей ведут свою деятельность. Из них, если 24 тысячи семейных предпринимателей ведут свою деятельность с образованием юридических лиц, то 19 тысяч семейных предпринимательств ведут свою деятельность без образования юридических лиц. Когда мы проводили опросы, встречи на местах, со стороны этих предпринимателей были даны несколько предложений. Изучив эти предложения, мы внесли в данный законопроект три предложения. Семейные предпринимательства без образования юридических лица будут иметь право нанимать на работу до трех лиц на постоянную работу согласно трудового долга. Закон также был одобрен сенаторами. В повестке дня заседания и закон о присоединении Республики Узбекистан к международной конвенции по карантину и защите растений. Рим 6 декабря 1951 год. Отмечалось, что присоединение страны конвенции положительно отразится на укреплении фитосанитарной безопасности и усилении экспортного потенциала Республики. Также присоединение к данной конвенции имеет весьма весомую роль в сокращении торговых барьеров, предъявляемых к узбекской хозяйственной продукции. Положение и стандарты международной конвенции по карантинной защите растений являются основополагающими стандартами и нормами Всемирной торговой организации. И присоединение к данной конвенции также благоприятно отразится на экспортном потенциале нашей страны. Также будут созданы правовые основы сотрудничества с зарубежными странами в части предоставления технической и биологической информации, необходимой для анализа фитосанитарного риска. После обсуждения закон также пополнил список одобренных. Далее перешли к обсуждению ряда вопросов. Один из них об изменении границы Термесского района, расширении границы города Термеса с Урхандаринской области и утверждении их границ. Затем был рассмотрен вопрос о программе организации многопрофильных фермерских хозяйств в 2020 году. Отмечалось, что в данной программе изложены цели их организации в разрезе территорий. В соответствии с ней в предстоящем году в рамках проектов, направленных на развитие более 20 различных направлений, планируется выделить более 2 миллиардов 228 миллионов суммов. По данному вопросу принято соответствующее постановление Сената Алии Маджлиса. Также сенаторы заслушали информацию министра юстиции Республики Узбекистан о состоянии нормотворческой деятельности и правоприменительной практики государственных органов и организаций. Прозвучало, что в сфере нормотворчества в Министерство для проведения правовой экспертизы за 9 месяцев текущего года поступило 2110 проектов. В рамках повестки дня заслушали и отчет Хакима Новоиской области о развитии территорий и деятельности местных киньяш и народных депутатов. Была представлена подробная информация об осуществленной работе по комплексному развитию области. Сенаторы указали на необходимость усиления взаимодействия органов местной власти, ответственных министерств и ведомств в решении имеющихся проблем, а также повышения активности местных киньяшей. По данному вопросу принято соответствующее постановление. Затем сенаторы рассмотрели результаты парламентского запроса, направленного в кабинет министров Республики Узбекистан о проблемах, связанных со сбросом сточных вод в водные объекты. Подчеркивалось, что в ответе на парламентский запрос изложено, что во исполнении поставленных в данной сфере задач проводится системная работа. Верхней палатой парламента были рассмотрены и другие вопросы, относящиеся к его полномочиям. На этом 25-е пленарное заседание Сената Алимаджлиса Республики Узбекистан завершило свою работу.